МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этих кадрах фильма украшения огня режиссёра Даниила Храбровицкого «Боевая тревога». В небе над Советским Союзом появился неизвестный самолёт. Засекли над Памиром. Чей? Без опознавательных знаков. И радиосвязи не держит ни с кем. Высоко? 22 тысячи метров. Ни зенитки, ни истребитель не могут достать. Хозяй попробовать ракеты. Твоей? А ты думаешь, что у него на уме? Кто ж его знает? Бомба? В художественном фильме воссоздан известный на весь мир эпизод. 1 мая 1960 года, когда во всех городах Советского Союза шли праздничные первомайские демонстрации, удалось сбить американский самолёт-разведчик, который долетел от Памира до Урала. Тогда всё закончилось благополучно. Но сколько подобных случаев нарушения границы оставались неизвестными? И какие угрозы представляли для нашей страны? 28 ноября 1973 года неизвестный самолёт вторгся в воздушное пространство СССР со стороны Ирана. На этом участке подобные инциденты случались часто, но, как правило, нарушители быстро уходили. В этот раз было иначе. Самолёт уверенно двигался вглубь страны. Остановить нарушителя государственной границы выпало одному человеку – лётчику первого класса Геннадию Елисееву. Капитан Елисеев заканчивал боевое дежурство. Мысленно он был уже дома. Представлял, как младший сын встречает его, лезет в карман отцовской кожанки, где всегда припасены сладости. Как старший, бросив уроки, бежит навстречу. Мысли Елисеева оборвал резкий сигнал. Вылетать по тревоге была очередь молодого лейтенанта недавно после училища. Но когда Елисеев услышал, что цель реальная, бросился к своей машине, на ходу крикнув лейтенанту «Сиди пока, я полечу!» Годы спустя плакат с изображением героя Советского Союза Елисеева появился во всех лётных училищах страны. Однако, без официального описания, за что лётчик удостоен высокого звания. Информация о происшествии была засекречена надолго. Хотя лётчики, конечно же, знали его суть. И всё же многие детали оставались неизвестными, даже когда гриф секретности сняли. Нам удалось разыскать очевидцев тех событий, собрать уникальные свидетельства. И теперь мы можем рассказать, от какой беды спасал свою страну лётчик Геннадий Елисеев. Президентская машина проследовала в сопровождении усиленного эскорта. В то же время сам президент Рузвельт без всякой охраны ехал в американское посольство по окружным улицам и вскоре благополучно прибыл на место. Это кадры из знаменитого фильма «Тагеран-43» режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова, посвящённого исторической встрече лидеров Советского Союза, Великобритании и Соединённых Штатов в столице Ирана в 1943 году. Эта страна была выбрана местом встречи не случайно. Ещё в 1941-м у глав антигитлеровской коалиции были основания полагать, что иранский шах лишь на словах объявил нейтралитет, а на деле выступает как союзник Гитлера. Здесь, в Иране, фашистская Германия начинала проникать во все свои общества и создавать какую-то базу для дальнейших действий. Молодёжные организации, национал-социалисты возникали по образу и подобию Гитлера-Юнген. Так что 25 августа 1941 года в Иран с юга вошли британские, а с севера – советские войска, что позволило превратить страну в надёжный коридор поставок по Ленд-Лизу. Его обслуживало около 30 тысяч американцев. После окончания Второй мировой войны британские и советские войска ушли из Ирана, а вот американцы остались. Неофициально, конечно. Уж слишком удобным оказался плацдарм для создания шпионской сети против СССР. Впрочем, рассматривались и другие варианты. 28 ноября 1973 года в районе Муганской долины, что в Азербайджане, на советскую территорию вторгся самолёт РФ-4С «Фантом» ВВС Ирана. Буква «Р» впереди, «А» по-английски, «Ар», соответственно, вот эта вот буква, она обозначает, что самолёт разведчик. Это не какой-то обычный самолёт, а именно самолёт разведчик. На этом участке границы в начале 70-х иностранные самолёты регулярно нарушали воздушное пространство СССР. Здесь выступ иранской территории глубоко вклинивался на нашу. Для воздушной разведки НАТО это оказалось настоящей находкой. К тому моменту западные и дальневосточные советские воздушные рубежи были плотно прикрыты. Попытки преодолеть их не имели шансов на успех. С севера через Кольский полуостров со стороны Норвегии тоже было не подступиться. Там нарушителей встречала мощная система ПВО. И только со стороны Ирана нашлась лазейка. Это по времени совпало с обострением международной обстановки. И к тому же несколько раз были провокационные полёты и иранских, и турецких самолётов над городами Советского Союза и в районе Армении, в районе Азербайджанской СССР. Самолёты-разведчики НАТО не раз пересекали границу в северной части выступа. Выявляли радиолокационные станции, ловили в эфире переговоры дежурных сил авиации и, выяснив степень их готовности, уходили. Ближайшие советские аэродромы находились в Закавказье. Были даже целая серия приказов министра обороны, других документов, которые требовали жесточайшим образом прекратить нарушение границы в районе Бакинского округа ПВО. Однако выполнить эти приказы мешала география региона. Перехватчикам, которые поднимались с наших аэродромов, приходилось огибать злосчастный выступ, теряя драгоценные минуты. Так произошло и 28 ноября 1973 года. Два истребителя, поднятых с аэродрома 15-го корпуса Бакинского округа ПВО, не успевали догнать и уничтожить нарушителя. У пилотов просто не хватило бы топлива вернуться на базу. Но в тот момент командование ультимативно потребовало решительных действий. В Москве были очень сильно недовольны безвольностью командования войск ПВО, которое не применяло оружие по реальным целям. И сверху пришла жесткая команда любой ценой самолет уничтожить. Именно тогда на аэродроме в Азиане в Грузии прозвучал сигнал тревоги. И МИГ-21СМ фронтовой авиации 982-го истребительного полка, пилотируемый Геннадием Елисеевым, поднялся в небо для поддержки авиации ПВО. В тот период времени мы не были включены в систему противовоздушной обороны, мы не были войсками противовоздушной обороны. Мы были летчики фронтовой авиации, которые были оперативно подключены к выполнению боевой задачи охраны воздушного пространства Закавказья в структуре Бакинского округа противовоздушной обороны. 1973 год. Международная обстановка была наколена до предела. На Ближнем Востоке полыхала война между коалицией арабских государств и Израилем за спорные территории. Сверхдержавы СССР и США оказались по разные стороны конфликта, что осложняло отношения между странами. Новой аренной войны, причем с применением ядерного оружия, мог стать Иран. Его руководство в те годы откровенно пренебрегало национальными интересами и в угоду американцам. Иран в то время очень сильно находился под влиянием Соединенных Штатов Америки. Очень большое количество было инструкторов, разведчиков. Работали целые разведывательные центры на территории Ирана, западных держав, нацелены именно на Советский Союз. Особенно их интересовали нефтяные промыслы Азербайджана, в том числе, ну и многое другое из военных и стратегических объектов. Иран сделал ставку на Соединенные Штаты Америки. Были очень дружеские контакты. Более того, посол США в Иране был близким другом Шаха, Резап Ихлеви. С начала 60-х годов Соединенные Штаты запустили на территории Ирана программу «Темный ген» – проект воздушно-разведывательной деятельности ЦРУ и воздушных сил Ирана против Советского Союза. Зимой 1973 года на авиабазы Ирана приземлилось несколько американских истребителей. А уже 17 августа того же года министр обороны США Джеймс Шлезингер выдвинул доктрину обезглавливающего удара. То есть поражение командных пунктов и узлов связи противника с помощью ракет средней и меньшей дальности, крылатых ракет, обладающих лазерными, телевизионными и инфракрасными системами наведения на цели. В первую очередь американцы предполагали выиграть подлетное время, то есть иметь возможность нанесения удара до того, как советская сторона успеет среагировать. Эти шаги вызвали серьезные опасения в Кремле. Американцы делали все, чтобы Иран был таким тараном в этом регионе. И нам доставалось постоянно. Были систематические нарушения. Постоянные вторжения Ирана американских самолетов расценивались советским руководством как разведка целей для ядерных атак. В Москве всерьез ожидали ядерного нападения на Советский Союз и готовились защищаться. Именно поэтому 982-й истребительный авиационный полк в спешном порядке был передан для усиления Бакинского округа ПВО. Летчику Елисееву, служившему на ближайшем к месту постоянных нарушений аэродроме в Азиане, в Грузии, да и всем его однополчанам, приходилось заступать на боевое дежурство по 10-12 раз в месяц. И каждое боевое дежурство они были готовы встретиться с реальной угрозой. 28 ноября 1973 года, поднявшись на 10 тысяч метров, Елисеев пытался отыскать в небе вражеский самолет. Даже зная координаты, это крайне сложно. Нарушитель шел на максимально низкой высоте, и чтобы обмануть навигационные приборы советских истребителей и служб ПВО, он фактически оставался невидимым. И все же Елисеев его нашел. Увидел на радаре точку. Самолет-нарушитель продолжал движение над нашей территорией. Капитан Елисеев нажал кнопку опознавания свой-чужой и доложил на командный пункт. Я 140-й, цель обнаружил, опознал, перехожу на захват. Вас понял, откликнулась земля, цель уничтожить. Елисеев ответил, есть. Его МИГ-21СМ и иранский фантом в тот момент разделяло 60 километров. До встречи оставались считанные минуты. Геннадий Елисеев с детства не сомневался, что станет военным. Ему было всего 4 года, когда отец ушел на фронт. Писал редко, но до самого 1945 года. Он погиб за три недели до победы. Геннадий с мамой, старшим братом и дедушкой всю войну оставался в Сталинграде. Когда разбомбили их дом, вырыли землянку. Там и жили, выходя на улицу в редкие минуты затишья. Старший брат во время бомбежки вылез с землянки и осколок бомбы попал ему в голову. Задел глаз. Другим осколком убило деда, немощного старика, которого вынесли подышать. Кровь, смерть, страх. То, что пережил Гена в детстве, во многом определило его дальнейшую судьбу. Больше всего он хотел защищать свою страну, стать летчиком. В 16 лет поступил в Сталинградский аэроклуб. Через два года, успешно сдав экзамены, получил направление в Качинское авиационное училище. Затем в Батайское военное училище летчиков. Везде Геннадий Елисеев был одним из лучших. После окончания учебы его направили для прохождения службы в группу советских войск в Германии. Геннадий Николаевич имел высокую профессиональную подготовку, был летчиком первого класса уже. Получил причем первый класс в группе советских войск в Германии. А это дорогого стоит. Там летчиков готовили очень качественных. И имел достаточно высокий опыт в качестве летчика-инструктора. В октябре 1971 года Елисеева назначили заместителем командира эскадрильи 982-го истребительного авиационного полка 283-й истребительной авиационной Камышинской краснознаменной ордену Суворова дивизии 34-й воздушной армии Закавказского военного округа. К этому времени у него было больше 1700 часов налета, в том числе 1000 часов на истребители МиГ-21. 28 ноября 1973 года. Сюникская область, Армянская ССР. Иранский «Фантом», увидев, что попал в радиолокационный прицел, резко сменил курс и, разгоняясь до сверхзвука, пошел в сторону реки Аракс, по которой проходила южная граница Советского Союза. Елисееву пришлось сближаться с противником под большим углом, практически пикируя со своей высоты. И это была крайне неудачная позиция для боя. Геннадий нагнал нарушителя недалеко от границы. Времени практически не оставалось. Технические возможности тех летательных аппаратов, на которые мы летали в тот период времени, особенно вооружение, прицельно-навигационный комплекс, были далеко от совершенства. Поэтому все не так просто, даже при наличии управляемой ракеты, которые были у Геннадия Николаевича, их не так просто применить таким образом, чтобы цель гарантированно была уничтожена. Для того, чтобы поразить цель, летчику требовалось зайти в хвост противнику. Это было главное условие успешной атаки. Пункт наведения ПВО пытался вывести капитана Елисеева на удачную позицию, но времени катастрофически не хватало. Расстояние до границы сокращалось. Счет времени шел на секунды. Техника, которая у нас была, это зенитно-ракетные комплексы, но в первую очередь это С-75 и С-125, и самолеты МиГ-21 Су-15, перехватчики, они достаточно хорошие были для своего времени. А вот система управления отставала очень сильно. И это всегда сказывалось на том, что мы срабатывали, либо тогда, когда противник уже уходил, возвращался на свою территорию, либо мы его засекали поздно. В 60 километрах от границы уже над Арменией капитан Елисеев выпустил первую ракету. Мимо. На пункте наведения ПВО в азербайджанском поселке Имишлы в тот момент стояла гробовая тишина. Звучал только голос Елисеева из динамиков. Пуск второй. И снова тишина. Никто не проронил ни звука. Все понимали, что произошло. Обычно ракета класса «воздух-воздух» взрывается, если проходит ближе 30 метров от цели. Значит, опять промах. Вторую ракету летчик выпустил всего за 45 километров от границы. Из динамиков снова раздался голос Елисеева. Самолет летит. Вот те самолеты, на которых летал Геннадий Николаевич, я в тот период времени летал, они предполагали успешное решение задачи уничтожения противника при одном условии, при очень важном. Он должен зайти в заднюю полусферу цели, близко где-то две четверти, там, нулевой ракурс, да, на определенную дальность, и только с этой дальности произвести или пуск ракет, или применить пушечное вооружение. По-другому, цельно-навигационная система, средства поражения, которые они предназначались не могли быть применены. Фантом прямиком двигался к государственной границе. Советский миг шел по крутой кривой погоне. Летчик, выдерживая большие перегрузки, все силы тратил на то, чтобы точно навести прицел. До границы оставалось около 30 километров, не больше минуты полета. У Геннадия Елисеева оставалось еще одно оружие – пушка. Позже будет много домыслов, почему он ей не воспользовался. Говорили, ее просто заклинило. Сын Геннадия Елисеева, Игорь Повзрослев, опросил очевидцев тех событий и пришел к единственно возможному выводу. Применять, допустим, пушку авиационную по самолету, этот самолет бы по инерции пролетел бы и упал на той стороне. Это скандал. Значит, руководство в нем посчитало, приняло решение, что его нужно по-любому остановить, и чтоб обломки рухнули на нашу территорию. Магнитофонная запись зафиксировала последний радиообмен. Команда с пункта наведения ПВО. «140-й, таран!» «Выполняю!» – лаконично ответил Елисеев. На экране локатора две отметки слились в одну и постепенно растворяясь, исчезли. «140-й, отвечайте!» – вызывал штурман наведения. Но в эфире царила тишина. Тогда на вышестоящий КП ПВО последовал доклад. Цель уничтожена. Это был первый воздушный таран в истории реактивной авиации. На аэродроме в Азиане сослуживцы Елисеева продолжали готовиться к плановым полетам. Многие уже прогревали свои машины, как вдруг прозвучала команда «Всем выключить двигатели! Командованию полка подойти на командный пункт!» Для летчиков это значило, что максимальное время вышло, и дежурный самолет не вернулся на базу. После того, как командование самолетом Елисеева приняло на себя пункт наведения ПВО в Азербайджане, в родном авиационном полку Геннадия, в Грузии, никто не знал, что с летчиком. На командном пункте прибывшим офицерам сообщили, метки истребителя с позывным 140-й не видно на экране индикаторов нескольких командных пунктов. Значит, самолетов в воздухе уже нет. Оставался вопрос, жив ли летчик. 28 ноября 1973 года. Поселок в Азиане. 25 километрах от Тбилиси. Грузинская ССР. Возвращаясь с работы домой, Лидия Елисеева почувствовала к себе излишнее внимание. Для любой жены офицера это дурной знак. Уже люди знали на КП, что самолет пропал. И думаю, что-то как-то больно все ко мне внимательно относятся в машине, когда мы ехали уже к себе в верхний городок и в квартире. Но я не предчувствовала ничего плохого. Дети игрались на улице. Мы ждем, что вот-вот придет папа. Особенно младший. Он старший пришел, ему надо было уроки делать, а младший не хотел заходить в дом. Потому что когда приезжали летчики, они на проходной детвора все встречали папу. Слухи в гарнизоне распространяются быстро, но никто из тех, кого Лидия встретила, не проронил ни слова. Казалось, все вокруг хотели подарить ей еще несколько спокойных минут. Но к вечеру женщина заволновалась. Младший сын до сих пор на улице, да и мужу давно пора было вернуться. Сашенька, долго задерживается, не идет в дом. Я уже стала раздражительной. Зову, зову, его никак не идет. Потом он позже всех, видно, он ждал, что папа его придет. Папа не пришел. И вот тогда уже мы заволновались. Что-то уже тогда я предчувствовала нехорошее. Тем временем на поиски летчика вылетели командир полка и его заместитель. Поисково-спасательная операция осложнялась ландшафтом местности. Горы, труднодоступные места. У нас задача номер один была найти Геннадия Николаевича. Если он травмирован, оказать ему всестороннюю помощь. Или определиться, что с ним стало, да и дальше действовать в соответствии с тем регламентом, который определен для именно воздушной армии. О том, что летчик Елисеев пошел на таран, никто в его авиационном полку еще не знал. Когда поисковики обнаружили два парашюта на расстоянии полутора километров друг от друга, все вздохнули с облегчением. Решили два летчика с двух истребителей, нашего и самолета-нарушителя, благополучно катапультировались после воздушного боя. Елисеев жив. Прошло три или четыре часа, это уже был вечер. Вдруг ко мне стучатся, и заходит сосед, замполит, Однолька Толя, заходит командир полка, не помню, кто еще. Но когда заходит такая делегация из местного начальства, уже это было понятно. В тот вечер еще была надежда. Больше всего Лидию беспокоило, на чьей территории приземлился муж, не будет ли он пленен. Думала и о здоровье. В горах снег не обморозится ли. Подняли поисково-спасательные службы и прочесывали данный район. Были подключены пограничники, подключено местное население было оповещено. Ну, трое-четверо суток искали. Уничтожить любой ценой. Кажется, эта фраза навсегда осталась в летописи Великой Отечественной. Первый таран в ее истории совершил герой Советского Союза Николай Гастелло. Он направил горящую машину на скопление немецкой техники. Всего за годы войны совершено 595 воздушных таранов и почти столько же таранов самолетом наземных целей. Летчики идут на это дело. Я считаю, что они идут в критических ситуациях, когда нет другого выхода, нет другого решения, конечной задачи. А конечная задача у летчика-истребителя – уничтожить объект, который есть. Он для этого предназначен, он для этого учится. Таран не всегда заканчивается гибелью летчика. 34 пилота совершали таран дважды, четверо, трижды. И один легендарный летчик-истребитель времен Великой Отечественной Борис Ковзан четыре раза таранил вражеские самолеты и все четыре раза остался жив. Но с приходом эры реактивных самолетов таран, казалось, навсегда ушел в прошлое. Был ли у летчика Елисеева шанс остаться в живых? Спустя восемь лет после тарана Елисеева в июле 1981 года появилось короткое сообщение ТАСС о том, что в небе Азербайджана советский истребитель столкнулся с самолетом неустановленной принадлежности. О судьбе экипажей двух бортов не сообщалось ни слова. За этими сухими строчками еще один воздушный бой и еще один таран на реактивном самолете. 18 июля 1981 года государственную границу СССР снова нарушил неизвестный самолет и снова в районе советско-иранской границы. Две пары истребителей, поднятых на перехват, цель не обнаружили. Им пришлось вернуться на аэродром. История повторилась. Тогда в небо поднялся истребитель Су-15ТМ капитана Валентина Куляпина. Он получил приказ принудительно посадить самолет нарушителя на нашей территории. 18 июля 1981 года. Армянская ССР. Капитан Куляпин на высоте 11 тысяч метров обнаружил нарушителя. Четырехмоторный транспортный самолет без опознавательных знаков. Тот не отвечал на запросы земли и требования советского истребителя следовать за ним. Просто продолжал лететь в направлении границы. Советскому летчику очень мешала разница в скорости. У транспортника она была всего 400 километров в час. Для сверхзвукового истребителя такой медленный полет крайне рискован. Можно уйти в штопор. Но чтобы принудить нарушителя к посадке, приходилось держаться на близком расстоянии. Подойти к самолету любой конфигурации и любого размера сложно. Потому что срыв потоки впереди летящего самолета, струя от него воздушная, она просто попадая в него выбрасывает этот сзади идущий самолет, как бумажку. Он выбрасывает, переворачивает, выбрасывает тот самолет, который идет сзади и попадает вот в этот возмущенный поток воздушный, впереди летящий, летательный аппарат. Он становится неуправляемым. Пилот нарушителя прекрасно понимал трудности советского истребителя и, очевидно, считал преследователя безопасным. Он играл с нашим летчиком в кошки-мышки. То подходил близко, то резко разворачивался. Куляпину приходилось маневрировать, чтобы не попасть в воздушный поток. Су-15 Куляпина был оснащен двумя ракетами дальнего радиуса действия, как у Елисеева, но так же, как и в 1973-м, они абсолютно не подходили для ближнего боя. Куляпин сознавал, положение безвыходное. Времени у него на разворот дополнительный и заход для атаки не было. Если бы было время, он мог бы развернуться, зайти на определенное расстояние, выпустить эту ракету, и ракета поразила бы стопроцентно этот транспортный самолет. Но, учитывая небольшой размер этого выступа, цель бы ушла. Оружия для ближнего боя у Куляпина просто не было. Истребитель Су-15, в отличие от Мига, им не оснащали. Он разрабатывался как перехватчик. Но у него был недостаток серьезный. На нем не было пушки. То есть не предусматривалось. То есть в то время была такая, ну, в общем-то, ошибочная точка зрения, что на перехватчиках пушки не нужны. Потом уже стали восстанавливать вначале подвесные контейнеры с пушками, с авиационными, а потом уже и встроенные пушки появились. И вот, соответственно, у Куляпина были только ракеты. Причем ракеты для дальнего боя. С командного пункта поступил приказ нарушителя сбить. Куляпин в последний раз взвесил все «за» и «против». Его ракеты не годятся для ближнего боя, а отойти на нужное расстояние не хватает времени. Значит, остается одно – таран. На это ушло всего несколько секунд. Валентину казалось, на самом деле он был готов к этому давно. Еще когда он узнал только о подвиге Елисеева, как он совершил реактивный таран, он для себя много ночей, причем, он потратил на это. В общем-то, обдумал, как бы он поступил в данной ситуации. Про таран летчика Елисеева капитан Куляпин слышал еще курсантам летного училища. Тот самый плакат «Мастерство воздушного бойца» висел у него над кроватью в казарме. 19-летние авиаторы спрашивали тогда друг друга и самих себя, «А я бы смог». У реактивного сверхзвукового самолета нет разящего винта и мощных плоскостей, крыльев, которыми можно нанести существенный вред самолету нарушителей. К тому же хочется спастись самому, а в идеале спасти машину. Таран на сверхзвуке казался технически невозможным. И все-таки еще до приказа с земли Куляпин решил повторить подвиг капитана Елисеева. В тот момент, когда летчик уже начал заход, услышал в шлемофон 733-й. Таран! И он все просчитал, все спрогнозировал, что нужно подлететь снизу и ударить по хвостовому оперению. И таким образом разрушить это хвостовое оперение. Самолет противника упадет, а он останется целым. Самолеты сближались. В эти секунды Валентин Куляпин думал о себе уже в прошедшем времени. Радовался, что жена и дети отдыхают на море. Значит, их успеют подготовить. И ударить по хвостовому оперению – это вообще-то мастерство должно быть не первого класса, а суперэкстракласса. Ну вот, собственно говоря, в обеих случаях это сработало. Причем, если Елисеев ударил своим крылом по хвостовому оперению самолета-разведчика, то Куляпин ударил вообще фюзеляжем. Это очень сложно сделать. Удар был не очень сильным, но пришелся не совсем в то место, которое рассчитывал Куляпин. Какой-то частью нарушитель задел кабину пилота. На летчика посыпались осколки. Куляпин нажал на красную ручку и катапультировался. Он очень удачно ударил своим самолетом, поэтому остался жив. Случаи единичные. В мировой практике их действительно 1-2-3 процента, не больше. Спускаясь на парашюте, Куляпин больше всего боялся, что его попытка оказалась бессмысленной, что он не выполнил приказ и погубил боевую машину. Насколько серьезные повреждения он нанес самолету-нарушителю в тот момент было непонятно. Только увидев, что его цель медленно, но верно уходит в штопор, Куляпин успокоился. И зря. Настоящие испытания его ждали на земле. Когда Куляпин приземлился, собственно говоря, все открестились от того, что ему отдали команду на таран. Почему? Потому что таран связан с потерей своего самолета. И, в общем-то, таран, скажем так, в советское уже время, он в позднее советское время, он не приветствовал. Сбитый Куляпиным транспортник «Канадер» Си-Л-4 оказался самолетом аргентинской авиакомпании со швейцарским экипажем на борту. Он перевозил контрабандную партию оружия в Иран. Этот полет был, я так предполагаю, что за ним следили специальные органы. Они знали, кто там на это находит. И поэтому и задачу такую поставили, чтобы этот самолет должен остаться на территории экипажа. на территории Советского Союза. Поэтому, наверное, была дана команда уничтожить его любыми способами, в том числе и таран. Перехватить, принудить к посадке, в противном случае уничтожить этот самолет, было крайне важно. Вопрос, какой ценой? Потерю истребителя посчитали неоправданно высокой. Поэтому командование войск ПВО приняло решение откреститься. И открестились все. И сказали, что Куляпину приказ никто не отдавал, что это его личное решение. И, собственно говоря, стал вопрос не о подвиге, а об уголовном деле, в связи с тем, что утрачена боевая машина. Специальная комиссия главного штаба ПВО СССР, созданная для расследования инцидента, уже готовилась вынести приговор. И только один из ее членов сомневался. А он поехал по радиотехническим батальонам, которые находятся по соседству. И в этом радиотехническом батальоне он нашел запись переговоров и то, как Куляпину отдается приказ идти на таран. И эта запись, она спасла Куляпина, его наградили. Собственно говоря, никаких вопросов не возникло. Ничуть не менее драматичной оказалась и история расследования летного инцидента с Геннадием Елисеевым. Долгое время также считалось, что пилоту не давали приказа идти на таран. Якобы летчик сам принял это решение, понимая, что другого выхода просто нет, и руководствуясь инструкцией по несению боевого дежурства, в которой прописано, что летчик обязан выполнить задачу любой ценой. Однако очевидцы это опровергли. Нам демонстрировали радиообмен с пунктом наведения на завершающем этапе полета. Ему последовала команда, это я лично слышал, таран, и Геннадий Николаевич ответил, понял. Буквально вот секунды его не стало. Вот такая запись объективно была, и это демонстрируя всему летному составу 982-го истребительно-авиационного полка. Ответить на вопрос, почему летчик Елисеев не воспользовался катапультой, чтобы спастись, уже не сможет никто. Впрочем, сослуживцы имеют на этот счет свое мнение. У него был шанс спастись, вообще не выполнять эту задачу. Он мог это сделать? Вот я вам говорю, да, мог. Почему? Уклониться от выполнения задачи. Как вот облака и все остальное, цель не вижу, и он не таранит ее и ничего не делает. Рядом у него никого нет. Это только его совесть, предочность, его патриотизм этого человека, решительность. Вот позволило даже не раздумать, немедленно выполнить эту задачу. Он получил приказ, он его выполнил. Он был честен и верен присяге до конца. Собственно, как и многие другие летчики до него, и некоторые после. Геннадия Елисеева искали четверо суток. К тому моменту в полку уже знали, что летчик первого класса Геннадий Елисеев пошел на таран и уничтожил самолет противника. Но надежды на то, что один из двух обнаруженных с воздуха парашютов принадлежит советскому летчику, не оправдались. На них спаслись пилоты иранского самолета. Ими оказались майор ВВС Ирана Мохаммад Шакуния и полковник ВВС США Джон Сондерс. Был сбит несбиваемый фантом. Фантом-разведчик. В фантоме находились иранские и американские летчики. То есть это было доказано, что американцы занимаются шпионажем вместе с Ираном над нашей территорией. В дальнейшем комиссия установила. Самолет летчика Елисеева после тарана на скорости 1100 км в час врезался в скалу. Так погиб, совершив первый в мире таран на реактивном самолете капитан Геннадий Елисеев. Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза. Впрочем, о таране в наградном листе не сказано ни слова. Вот уничтожение этого разведывательного фантома, фантом вообще-то американцы позиционировали как несбиваемый самолет. И вдруг фантом уничтожен. Для американцев шок, для Ирана шок. И это, конечно, способствовало тому, чтобы на определенное время обстановка на данном участке границы нормализовалась. Летчик Елисеев навечно зачислен в списке личного состава 1-й эскадрильи 982-го истребительного авиационного полка. В родном Волгограде его именем названа улица. Накануне своего последнего вылета Геннадий Елисеев привез в полк два мешка мандаринов, чтобы хватило всем детям гарнизона. Несколько дней они с женой раскладывали их по пакетикам, а затем Геннадий их развозил. Друзья шутили, да ты Дед Мороз без бороды. Его останки нашли на дне глубокого ущелья. Удар о скалы был такой силы, что личный пистолет летчика впечатался в грудь. Похоронили Геннадия Елисеева в городе-герое Волгограде, где он сделал свой первый шаг и впервые поднялся в небо. С того дня прошло без малого полвека, но семья героя до сих пор не получила его золотую звезду. Все, что осталось на память близким о муже и отце, это выписка из указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении капитану Елисееву Геннадию Николаевичу звания Героя Советского Союза. На документе резолюция не подлежит опубликованию, но, может быть, время раскрыть тайны уже пришло.